Добрый день, народ! Снимем видео про вот этот замечательный шилд ESP 8266 NodeMCU. У этого шилда есть такая проблема. Всем он хорош, но именно у моего не работает драйвер двигателя L293D. Ну, не работает и все, что я бы только с ним не делал. Но я же не могу оставить вас вообще без чего-либо. Поэтому сниму видео, как я подключаю к данному шилду, главной ESP, вот такую хоряху. Сейчас мы ее быстренько соберем. И еще про вот этот шилд. Оставлю в приложении вот такой вот листочек, файлик, на котором будет подписано, на каких выводах находятся ноги драйвера двигателя. Вообще они здесь подписаны. Так, вот в этом месте они все подписаны, можно найти. Но есть еще одно такое но. У NodeMCU вывода физические ножки, то есть D0, D1, D2, D3, D4, они программно другие. То есть когда мы запишем в программе и хотим подать, чтобы на D1 появился сигнал PWM, то соответственно нам надо указывать GPO 5. Ну, то есть мы в программе объявляем переменную, ну, ногу 5, а не D1. Вот такой нюанс, но особых сложностей в этом нет. Если у вас лежит перед глазами такой листочек, проблем нет. Ладно, приступим. Соберем поворотную платформу. На этот раз будем использовать, уже в одном видосе я собирал такую платформу, будем использовать вот такие сервочки MG90S. У них металлические шестеренки, то есть пальцами у меня даже не получается повернуть за вот эту шестеренку, сервочку. Очень мощное усилие должно быть качественное и заодно, узная какая электроника, скорее всего она лучше, чем в таких простых в синеньких здесь стоит. Вот, спорный вопрос, что лучше металлические или пластиковые шестеренки. Металлические больше усилия могут передать, а пластиковые более износоустойчивые. Ну, вот как-то так. Ладно, сейчас соберу. Процесс показывать не буду. Это опять будет танцы с бубном. То есть, вот, например, качалки. Ну, начнем с простого. Качалочки, которые идут с самой сервой. Они таких вот разных образцов. Ни одна вот сюда не входит. Надо будет подпиливать, подрезать. Вот это все дело крепить. Одну качалочку получается вот сюда надо будет закрепить. Вот. То есть, тоже обрезать и так далее, и так далее. Ну, вот все это дело соберу. Результат вам покажу. Потом подключим уже к контроллеру. Ну, вот, ребята, собрал вот эту вот систему подвесную. Кажется, побольше, чем двигатели пришлось вот здесь вот срезать кусочек держака серво-двигателя. В этом мне помогли вот такие вот кусачки. Оставлю ссылку на них. Очень удобно. И плюс ими я очень удобно и быстро подрезал качалочку. И вот эту, и которая основная, вот здесь в основании. Очень легко. Вот, блин, чтобы я делал без этого вот девайса, я не знаю, наверное, дремельом бы резал. Потому что вот этот нож с новым лезвием очень плохо брал эти качалочки. было неудобно. Кусачками намного было удобнее. Вот. А для чего я ее собрал? Для того, чтобы подключить к шелду из распаковки в предыдущем видео. Вот. Сейчас банально подключу к этому шелду. Это очень удобно. Соответственно, вот этот вот двигатель в восьмую, а вот этот в седьмую. Ну, начну вот с этого вот. В седьмую. Вот это вот, добро, в восьмую. Вот. Подключил сервоприводы. Очень удобно. Такой вот шелд. Сюда потом когда-нибудь, наверное, что-нибудь прицеплю. Какую-нибудь видеокамеру или еще что-нибудь. Вот. Сюда подцеплю два двигателя. И когда у меня здесь появится видеокамера, у меня будет, ну, я не знаю, такая маленькая машинка с видеокамерой ездящая. Сюда вообще вебку повесить. Вообще будет забавно. Для чего я это хочу сделать? Для того, чтобы подцепить... Сейчас это все дело к блинку. Подцеплю сюда сейчас еще два двигателя. Залью скетч. Покажу вам, какой будет простой скетч. Он будет просто очень простой. И это, скажем так, будет прототип в будущем ездящей машинке на Wi-Fi управлении. Ну, это, в принципе, тоже радиоуправление. Вот. Ну, ладно. Переходим к следующей части. Немного о коде. Для того, чтобы этот код заработал, я соединил два стандартных урока Blink. Это там управление сервой через Ethernet Shield и передача команд от джойстика двух осей в Blink. Как говорится, описал такой момент и на английском, мало ли, и на русском. То, что передавать сигнал на серву можно от 0 до 180. Я даже передаю от 10 до 170, потому что иначе серва может сгореть. Что я, в принципе, и сделал. Я сжег уже себе две сервы. Вот. Поставил в этот раз железный. В принципе, все закомментировано. Получаем в настройках проекта AutoToken. Вписываем его сюда. Он такой длинненький. Сюда пароль. Сюда название вашей Wi-Fi сети и пароль. Это если у вас Wi-Fi Shield. В принципе, можно через Ethernet. Там еще другое подключение. Потом тоже покажу. Вот. Объявляем серву X, объявляем серву Y. Получаем параметры. Это взято из урока. То есть это библиотеки Blink. Получает по одной переменной сразу же значение с двух осей X и Y. И присваивает их сервер. Вот. Здесь Blink коннектится. То есть вводит AutoToken, пароль, название и пароль. Отточим серву X и Y. В сети у нас получается как-то так. Получается, 15-я нога логическая. Это физический вывод номер 8. 13-я нога логическая. Это физический вывод D7. Вот это единственная, наверное, сложность. А остальное так. Заливаем скетч. Не забудьте, конечно, выбрать плату NodeMCU. Не забудьте выбрать порт. И залить этот оброн. Ну, у меня уже залито. Переходим дальше. Такой эффект мы в итоге получим. То есть получаем возможность управлять сервочками поворотной платформой очень плавно. Причем управление это идет сейчас через интернет. То есть через далекий-далекий сервер Blink. Как вы видите, задержек почти нет. Все почти моментально. Ну, я сказал бы, от уровня связи зависит. Но работает хорошо. Я бы сказал, задержек нет. Прекрасно, как говорится. Мне нравится, как это все работает, эта платформа. Давайте ближе в настройках. То есть выхожу, захожу сюда. В настройках Split или Merge. Выбираем, соответственно, Merge. Чтобы было понятно, это как задаются сигналы. То есть можно через одну виртуальную переменную. Как видите, тут сразу же подписан код, который надо написать. Почему у меня параметр по X перевернут? Потому что у меня серва физически как бы перевернута. Вот, поэтому у меня здесь значение от 170 до 10. А здесь значение от 10 до 170. Auto Return On. Вот смотрите, его можно выключить. А это Rotation. То есть, если вы будете поворачивать экран планшета, поворачиваться ли осям. Но тоже сделаем, чтобы поворачивалось. Мы настроили. Выходим назад. Запускаем проект. Смотрим, приконнектились. Да, мы отлично приконнектились. Теперь смотрите, в чем отличие мы перенастроили. Когда я перевяжу, она в том положении остается. То есть не возвращается обратно в центр. То есть туда, куда я повернул, там и она останется. Это вот Auto Return. Удобно очень. Прям на раз-два это все делается. Ну, я думаю, на этом видео можно заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в ВКонтакте, в комментариях. Всем пока. Хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok